Музыка Всем привет! Меня зовут Марина. Это мой блог о домашней выпечке, организованный агрохолдингом Гудвилл. В своей выпечке я использую муку только торговой марки Гудвилл. Выпечка получается отменной. Сегодня я приготовлю пирог Киш. Это пирог, открытый пирог, с любой начинкой по вашему желанию. Но обязательным условием является, что оно готовится из рубленого несладкого теста и с заливкой из яиц, молока или сливок с добавлением сыра. Я приготовлю пирог с куриным филе и грибами, шампиньонами и помидорами челли. Такой пирог украсит любой праздничный стол. Можно его, конечно, подавать и в будни. Также вкусен он как в горячем, так и в холодном виде. Для Киша мы готовим несладкое рубленое тесто. Для этого в миску просеем 260 грамм муки. Добавила я щепотку соли уже сюда. Теперь масло сливочное 150 грамм, можно маргарин. Порезали кубиками, добавляем тоже в муку. Все это измельчаем в мучную крошку. Добавляем 2 желтка, можно заменить на 1 яйцо. И столовую ложку сметаны. Все это как можно быстрее надо будет замесить, положить в мешочек и убрать в холодильник. На 2-3 часа, можно и на ночь. Вот так руками прямо перетираем. Масло с мукой и солью. Сол здесь уже добавлено. Все это надо перетереть, чтобы была примерно однородная масса. Вот такая мучная крошка у нас должна получиться. Один нюанс еще. При приготовлении теста для Киша все ингредиенты масок сметаны и желтки должны быть холодные. Теперь замешиваем тесто. Ну вот такой консистенции у нас уже тесто. Его можно собрать в комок, переложить в мешочек и убрать в холодильник. Затем мы его будем уже готовить к выпечке. Доблинать по форме. Тесто в холодильнике у нас отлежалось. Вот такой вот приятной консистенции получилось. Абсолютно не липнет к рукам. Форму я беру керамическую, смазываю ее растительным маслом. Если вы будете брать металлическую форму, ее обязательно нужно застелить бумагой для выпечки. Керамики песочное тесто точно не прилипнет. Его можно будет спокойно пирог вытащить из формы. Теперь берем тесто и распределяем его по дну формы и бокам. Тесто я распределила все по форме и краям формы. И наколола все вилочкой. Вот так и дно и сами стенки. Так как этот пирог можно готовить совершенно с любой начинкой, здесь будет уже зависеть от этого, какая начинка. Если флакция изначально готовая, как вот в данном случае у меня курица с грибами уже заранее были обжарены, то не обязательно выпекать тесто заранее. Если начинка будет сырая, допустим сырая рыба, либо это овощная какая-то начинка, которая даст дополнительный сок, то лучше всего, конечно, предварительно тесто запечь. Для этого можно сюда постелить лист пергаментной бумаги, насыпать фасоль и поставить в духовку разогретую уже заранее до 180 градусов на 10 минут примерно. Ну, так до слегка золотистого цвета. Это предотвратит вот эту вот нижнюю часть теста, корочку нашу, от размокания. Если начинка, я говорю, еще раз готовая, тесто можно предварительно не запекать. Но до того, как мы сюда сложим сейчас начинку, выложим, обязательно надо форму с тестом убрать в морозильную камеру на 10-15 минут. Для начинки я предварительно обжарила 300 грамм куриного филе и 200 грамм шампиньонов. Все это вместе с луком, с солью, с перцем обжарила. Здесь натертый сыр 100-150 грамм. В миске молоко 200 миллилитров, 2 яйца, соль, перец. Это помидорки, которые мы добавим тоже для красоты и вкусноты нашего пирога. Итак, заливку мы перемешиваем. В охлажденную форму с тестом я выложила куриную начинку, куриную с грибами. Теперь вот так вот сыр добавляю, выливаю заливку. И выкладываем сюда помидорки. Этот пирог можно приготовить с абсолютно любой начинкой, какая вам только захочется. После праздников этот пирог можно использовать как палочку-выручалочку по типу пиццы. Сложить туда все, что осталось после праздничного стола. И какую-то колбасную нарезку. И овощи, помидорки, перец сюда можно добавить, болгарский. В общем, с начинками можно экспериментировать бесконечно. Вот теперь мы отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, до готовности. Но не менее 40 минут это точно будет запекаться. Пирог этот вкуснее всего подавать в охлажденном виде. Пирог готов, он остыл, простоял ночь у меня на подоконнике. Сейчас он самый вкусный для подачи. Видите, какая у него румяная сырная корочка получилась, золотистое тесто. В общем, приятного всем аппетита! Если тебе понравилось видео, ставь класс, подписывайся на канал Goodwill. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!